Она такой особой надобности не представляет, просто камера снимает все, что творится в ваших дворах, записывается на сервер, и если случаются какие-то правонарушения, ну в том плане, что, допустим, повредили там дверь-подъезд, или какие-то мошенники ходят по подъездам, или где-то детские площадки повредили, какие-то вандалы, или разговаривают спиртные напитки, это все фиксируется на эту видеокамеру, записывается на сервер, и если какое-то правонарушение случилось, полиция спокойно может, как говорится, все рассмотреть, обнаружить вот этого преступника и применить к нему определенные меры воздействия, то ли штраф, то ли какое-то уголовное преступление и так дальше. То есть раскрывание преступления становится намного выше, но и есть еще такой один немаловажный фактор, это то, что если какой-то правонарушитель хочет совершить какой-то противоправный акт, он сто раз подумает, перед тем, как его совершать, потому что он будет знать, что все, что он делает, все записывается на камеру и видео на люди. То есть можно и увеличивать, приближать, то есть мы можем смело с помощью полиции уже раскрыть любое преступление. Даже вот те же машины, которые стоят, там, видно и номера машины, и даже кто-то ее поцарапал, мы смело всегда сможем и обнаружить через полицию все вот эти камеры. Почему? Значит, что сюда входит в эти 39 рублей? Значит, все камеры, которые этот телефон устанавливает, он устанавливает их за свой счет и обслуживает гранищин за свой счет, и в течение пяти лет эту сумму меняться не будет. А платить долго нужно? Что-что? Столько долго платить? Ну, знаете, почему долго? Вы можете 10 лет платить или 20 лет платить, но мы заключаем договор минимум на 5 лет, потому что камера дорогостоящая, это все обслуживание. В любом случае, нужно, чтобы эти запраты хоть немножко укрепились. Поэтому в течение пяти лет это все, ну, я не знаю, 39 рублей, это все, что-то случается с вашим имуществом, вы потом скажете, я бы и 395-50 дней в лети, сейчас можно было вернуть назад и найти эту блюзию. Вот это же не только машина, это же ваши имущества, где же детские площадки, ваши дети гуляют на этих площадках. Сейчас, знаете, очень много в мире, такой неспокойной ситуации в мире, и разные террористы, и разные машинники входят. Это с помощью этих видеокамер, всегда все можно будет вычислить. Вы возьмите только по телевизору, сколько мы видим, украли ребенка, или там еще что-то случилось, понимаете? Это все в целях нашей безопасности. То есть все дворы, это все будет оплатено. То есть все ваши имущества, которые мы, скажем так, в управляющей компании находятся на балансе, это все ваши имущества, по большим имущества. Поэтому это я считаю ваших интересов. Вы понимаете, как камера... Вы платите за обслуживание видеонаблюдения, то есть за саму транскакцию, да, за сигнал интернета. Вы можете использовать много ресурсов, интернет используете. Камеру нужно обслуживать, ее раз в месяц нужно протирать сам сам объектив. Если камера сгорела, и ее правили, вина сломалась, ставить телеком за свой счет и все восстанавливать. Поэтому вот эти 39 рублей, они рассчитаны на содержание этих камер в надлежащем виде. И тут не будет такого. Вы еще поймите, что кроме видеокамера здесь много сопутствующих моментов. Это как сервер. Его же нужно содержать, но огромный денег стоит. Потом, вот эти, скажем, трансляции через интернет, ресурсы интернета, это все как бы есть определенные затраты. Поэтому другие города, я вам скажу так, у нас по городу запланировано поставить 180 камер. Это очень мало. Потому что, как было сказано, в Гренегорске 860 камер, в Азнакаево 600-щенка камер. То есть там люди более активно таком отбислись, и они покрыли полностью весь город. Мы пока покрываем только дворы в основном. Давайте, если есть какие-то вопросы, я вам отвечу. А у нас есть 860? У вас стоит? По одному давайте. Микрофон ячь по одному я буду. А у нас на камеру, вы записываете, а сколько здесь обшаритные? Хранится 7 суток. Это вполне достаточно. И месяц прошел, уже... Ну, вы поймите, что... Да, есть такая, может... Ну, понимаете, на северных хранится 7 суток, кажется, бесплатно. Если вам нужно больше... То есть это тоже затраты, больше ресурсные, да? Вы можете по заявлению получить этот доступ и на... Ну, во-первых, это... Вам нужно будет, да, телефон. Вы поймите, это безопасность жителей. Безопасность жителей. Вы найдите сейчас любого инвестора, который сейчас закупит вот эти камеры, за свой счет поставит и будет обслуживать. Кто соглашается? Нигде не согласится. Я не хочу сказать, что здесь у нас там с вами кто выбирает? С 30 дней, что он не назывался, не надо... Ну, немножко... Ну, вы посчитайте так. Сколько будет? Ну, сколько собраний за 5 лет будет? Сколько выбирается в самом городе у машины? Не только для тех, у нас есть дети, внуки. Дети, внуки, приграбки и вошадки. Ну, я вам еще раз говорю, вы все так сейчас говорите, не дай бог что-то случится, потом скажем, зря на это не будет. И сколько хранится в Москве? 7 суток, я говорю. 7 суток без квадратных. Оно зависит от того, сколько видеокамер. Мы рассчитываем, что вот эти 41 камеры, которые сейчас на сервере, они уже, по-моему, месяц хранятся. Записи. Да нет. Я думаю, 7 суток, это во всем мире, ну, скажем, в больших городах там 3-4 сутки хранится. Записи. Я вот камеру в доме своей, тоже, я думаю, по-моему, целью на 16, вот у меня машина стоит за объемом. Оно при треле времени, если не стоит освещение, лучше не видно. Начну у нас по 12-18. Я понял ваш вопрос. Это наши камеры с прекрасным сигналом, то есть они ночью тоже все показывают. Это камеры, не то, что мы придумали, это камеры по рекомендации МВД России. У нас сервера 3 месяца хранит. Потому что у нас золотая камера, у вас хранится 3. 4 камеры. 4 камеры хранят. У вас мощный, хороший сервер. Я понимаю. Но вы поймите, 180 камер, мы можем и больше хранить. Это проблема. Ну да, они все в 180 камеры. Объясните мне, зачем вам хранить 2-3 месяца? Объясните мне. Зачем? Это по-моему, не поможем, садок или в 2-3 месяца. Ну, такое даже может быть через 2-3 года. По опыту, по опыту республики, это же мы, я вам скажу так, что баблы, это же в республике один из последних городов, где вот это применяется. 7 суток вполне достаточно. Вполне. Это же не то, чтобы мы придумали, сколько хранить. Есть определенные требования от МВД, в республике, да, где нам указано, какие камеры должно быть, сколько мегапикселей и сколько хранится на сеть. Можно одну вещь попасть? Если снимать, я хочу отправить. Сколько тысячи пакет в течение заявки, сам нам дадим. Сколько ничего.